Рыбий жир это по сути холестерин. Это жир, который содержит в себе жирные кислоты. А для того, чтобы всосать любой жир, организм взрослого человека, обращаю ваше внимание, именно взрослого, потому что у ребенка желудочно-кишечный тракт работает несколько иначе. Об этом я снимала отдельное видео, ссылочка вот здесь в углу экрана. Так вот, организм взрослого человека вырабатывает спирт, 30 грамм спирта в сутки. И любой жир, который попадает в желудок и тонкий кишечник, тут же подвергается процессу алкоголиза. И когда мы выпиваем рыбий жир, еще раз, да, там, предположим, или съедаем жиры там какие-то. Сначала у нас на лавроподе работает липаза, она, ну, эмульгация происходит сначала. Потом работает липаза, отщепляются, вот от глицерина отщепляются жирные кислоты и тут же подвергаются алкоголизу. То есть, этерификация этиловым спиртом, который мы вырабатываем именно для этой цели. Мы без этилового эфира жить не можем, потому что без этилового спирта он у нас синтезируется в норме, это физиология. Иначе мы совсем не один жир. Алкоголь в нужном количестве вырабатывает только организм здорового человека. Потому что если у человека есть гастрит, дуаденит, панкреатит, холецистит, язва желудка, заболевание печени и желчного пузыря, геморрой, то его организм не вырабатывает алкоголь и врач назначает такому человеку специальную диету. Правда же? И если такому нездоровому человеку дать рыбий жир, то результат будет ноль. Бесполезно. Теперь-то вы понимаете почему? Потому что если дать тому, кто не может переваривать жир, жир или в виде капсулы, или в виде жидкого масла, то результата не будет. Есть еще один фактор, который влияет на процесс пищеварения. Это пол человека. Потому что тестостерон, который доминирует у мужчин, и эстрадиол, который доминирует у женщин, кардинально влияют на процесс пищеварения. Кишечный транзит у женщин протекает медленнее, чем у мужчин. Почему? Оказывается, эстрогены. А эстрогенов в какой-то период жизни у женщин больше в крови, чем у мужчин. Так вот, эстрогены задерживают моторику кишечника. И происходит это за счет модуляции пути оксида азота, который вызывает расслабление стенки кишечника. И тем самым моторика и продвижение каловых масс замедляется. Тестостерон тоже влияет на моторику кишечника. Андрогены вызывают сокращение гладкой мускулатуры. И опять-таки, повторюсь, у мужчин вот эта вот эвакуация кишечной масс происходит быстрее. У женщины по природе своей кишечник работает медленнее, и женщины более склонны к запорам. Именно поэтому мудрые женщины и те, которые жили столетия назад, и современные мудрые женщины делают упражнения для тренировки интимных мышц, которые включают в себя практики для живота. Вот это упражнение помогает нормальному оттоку желчи, улучшает работу печени и кишечника. А у мужчины по действиям тестостерона. А нужно помнить, что тестостерон – это главный гормон мышечной силы. А кишечник, желудок, желчный пузырь – это все мышцы. Так вот, у мужчины по действиям тестостерона мышцы сокращаются более интенсивно, и транзит по кишечнику проходит быстрее. Но это касается только здорового мужчины, у которого каждое утро по шкале эрекции – эрекция твердая на 4 балла. И это касается только здоровой женщины, у которой точно так же есть эрекция клитора, есть чувствительность влагалища и нормальный вагинальный оргазм. Как только у мужчины снижается тестостерон и потенция, как только у женщины снижается эстрадиол и потенция, то разница в работе кишечника между полами стирается. Именно поэтому при выборе препарата омега-3 нужно обращать внимание и на пол человека, и на состояние его потенции. Если мы будем пить всё подряд, что попадётся, что подешевле, что там по раскрученнее, извините за термин, или там, как это сказать, подоступнее, то мы пользу не получим. Вот, собственно говоря, какой вывод. Вот, никакое растительное масло, там, тмина, льна, там, я не знаю что, не заменит этиловый эфир и омега-3 поленасыщенных жирных кислот. Если у человека есть проблема с биодоступностью, с усвоением жиров, дисбиоз, там, не знаю, желчекаменная болезнь, холестаз, там, хронический панкреатит, энзимная недостаточность, гастрит, там, с повышенной, с пониженной кислотностью, вот, пашленный будет не так. То у этого человека вероятность усвоения нужных нам омега-3 жирных кислот из триглицеридной формы, она будет затруднена. Если же мы принимаем этиловые эфиры, это уже готовые к всасыванию в тонком кишечнике, готовые к всасыванию формы жирных кислот, этиловые эфиры жирных кислот. Я использую омегу-3 с этиловыми эфирами, конечно же, каждый день. Сейчас, друзья, очень простыми словами я показала, как сделать так, чтобы омега-3 действовала. Если у вас есть сложности с женским или мужским здоровьем, и вы сейчас слышите эту информацию, считайте, что это знак свыше. И в моих руках сейчас золотая рыбка, которая исполняет три желания. Это отличная потенция, любовь и здоровье всех органов и систем. Поймаете ли вы эту рыбку? Будет ли она исполнять ваши желания? Зависит только от вас. Для заказа омеги-3 обращайтесь, пожалуйста, в контакты внизу в описании под этим видео. Я помогу вам подобрать безопасную дозу, и если понадобится, составлю программу тренировки для восстановления интимных мышц, потому что я же ваш персональный инструктор. Спасибо, что посмотрели это видео. И вот мое напутствие для каждого человека, кто посмотрел это видео. У вас будет целое море любви и своя персональная золотая рыбка. Люблю вас, мои хорошие. Нежно целую, крепко обнимаю. И до скорой встречи, до скорой встречи. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok